Валерия, скажи, пожалуйста, как ты вообще к кокошникам относишься? Он сам по себе как предмет одежды, он же не будет тебя сегодня раздражать сильно? Не, он будет допомогать. Просто одеждаешь кокошник и все. И сразу блондинка, нога метр девяносто, и все уже сразу пошел. А вот каково это после дефишмота сразу раз и волю Полякову? Все дело в кокошнике, все дело только в нем. Когда убегала тебя без оклятки, шлепали шлепки мои пятки. Шлеп, шлеп, шлеп. Моей любви последней пока с уголем. Оля мне принесла кокошник и сказала, волшебный, да? Шапка-невидимка. Только из невидимки я превращаюсь в Олю, в Колю Полякову. В Колю Полякову. Вот текст, Оля! Оля, это твоя вещь! Когда убегала тебя без оклятки, шлепали шлепки мои пятки. Шлеп, шлеп, шлепки мои пятки. Да, у нее есть, то, о чем я тебе говорю, она народным голосом поет. Когда убегала тебя без оклятки. Хорошо, а эту неделю как-то мужчины реагировали на улице неправильно? Ну, когда я в машину в кукошнику сядал, тогда было безручно. Вот представь себе, у тебя есть сиськи, у тебя есть ножки, и нет мозгов. Понял? Поехали! Шлепки. Главное движение, поехали! Где? Синтонно, Оля, синтонно! Твои тапки шлепали шлепки. Шлеп, шлепки! Да, шлепали шлепки. Нет, реальное страдание. Валера, с удовольствием приглашаю тебя в лифт. В лифт у нас входит, проходи, проходи, отец троих детей, а из лифта сейчас выйдет мать двоих детей, Оля Полякова. АПЛОДИСМЕНТЫ И это полет! И это полет! Тебя искала я по белому свету, И помесями даже по интернету. Нашла в соседнем доме, ну просто прикол, И ты со мною тоже счастье обрел. С ума сняла наша первая встреча, Я в шлепках бегала к тебе каждый вечер, Ждала, что скоро свадьба считала костей. Тут раз, и ты женатый, и трое детей. Шлеп, 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 шлеп. Когда убегала тебя без оградки, Шлёпали шлёпки мои пятки. Шлёп, шлёп, шлёп. Моей любви последний, пока сука, лёг. Да я-то думала, что за мужчина, Ему я дочку рожу или сына. Да он обыкновенный трепачку бошлёп. Любовь моя печалька, а шлёпки шлёп, шлёп. Шлёп, 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 шлёп. Шлёп, шлёп, шлёп. Когда убегала тебя без оградки, Шлёпали шлёпки мои пятки. Шлёп, шлёп, шлёп. Моей любви последний, пока сука, лёг. Когда убегала тебя без оградки, Шлёпали шлёпки мои пятки. Шлёп, 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 шлёп. Моей любви последний, пока сука, лёг. Моей любви последний, пока сука, лёг. Шлёп, 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 шлёп. Шлёпали шлёпки мои пятки. Шлёп, шлёп, шлёп. Моей любви последний, пока сука, лёг. Когда убегала тебя без оградки, Шлёпали шлёпки мои пятки. Шлёп, шлёп, шлёп. Моей любви последний, пока сука, лёг. Когда убегала тебя без оградки, Шлёпали шлёпки мои пятки. Шлёп, шлёп, шлёп. Моей любви последний, пока сука, лёг. Моей любви последний, пока сука, лёг. Шлёп, 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 шлёп. Оля Полякова! Действительно молодец. Где мой кокошник? Вот он упал, видишь, посмотри, Оля. И не разбился. Сейчас ошибочка. Держи. Оля, какие же у тебя ноги красивые. Часто бреешь? Ну ладно, нет. На. Дорогие, ну что вы скажете? Ну прежде всего я хочу сказать, чтобы сделать такой женский образ потребовалась, наверное, огромная доля мужества, в первую очередь. Хотя мне уже намного ближе стал образ другой, но вот такой вот имидж образца вот этого времени, конечно, вот как дружеский шарж, очень весело, очень-очень как бы прикольно, задорно. Наверняка, наверняка это понравилось всем зрителям. Уверена. Все в захвате. Не так ли? Александр. Я продолжаю находиться у Шотти. Пребывайте в нем. До финала. А давайте позовем. Давайте позовем. Есть возможность сравнить. Оля, Оля. Я вам честно скажу, оригинал поет гораздо лучше. Господи, он потерял свои силиконовые губы и свернул ей силиконовый нос. Жертва кокошника номер один. Вы не представляете себе, насколько этот рок-музыкант далек от вот этой вот... Я даже не могу найти вот название этой... Я в Википедии прочитал, как называется, Пусти. Какой-то воликулярный... Вернакулярный поп. Вернакулярный поп это называется. Это все. Вернакулярный поп. Ух ты. Понимаете? Оля, у вас такие же бедра, просто они закрыты за брюками. Лучше. Лучше, да? Это самые красивые ноги Украины. Браво, браво. У нее двое детей и муж. Двое детей и муж? Я обожаю Украину. Она такая красивая, разная. Нет. Валерий, вы достойны уважения, поскольку вы мужественный, харизматичный, молодой рокер. Просто натянуть вот это платье на себя, такие черевички, и укокошить всех своим кокошником. Да не одним. Это стоит уважения. Низкий поклон. Ура. Люся. Валера, благодарим за это банно-прачечное, феерическое существование. И две крапли долетели до меня. Вот, я две слезы... Вот, я вытирала слезы, потому что я такого еще не видела. Хотя много видала, честно говоря. Валера, вот это и есть вот то лицедейство, когда какой-то внутренний голос, и только твой внутренний горлос говорит тебе, ну, наверное, это надо пройти. Но, тем не менее, мы в восторге. Благодарим. Спасибо. Спасибо. Роман Григорьевич. Я думаю, что такой вариант может быть. Никто же не может сказать, что нет. В этом и есть своя... А что вы Люсю так держите? А? Вы просто Люсю вот так вот прямо... А! А, да. Там не энергия есть. Это и смелость. В этом и есть, конечно, мастерство и умение. Однозначно. Но я не знаю, в какой степени, потому что я, когда была Олечка в другом персонаже, я говорил о том, что у нее феноменальный голос. Уникальный совершенно. Но в своем творчестве я умею уникально его прятать. Нет. Нет. И мы с уважаемой Сусанной ждем, когда вот эти вершины вы откроете и не будете стесняться. Понял, Харшишин? Ну вот мы и поговорили. Поляковы. Все.